Карантин в Приднестровье продлен до 1 февраля 2021 года. Инициативу президента поддержал Верховный Совет. Коронавирус не отступает. Прирост ковид-положительных пациентов фиксируется ежедневно. Медики такое увеличение связывают с сезонными простудами и охватом населения тестированием. Новости Оперштаба далее в выпуске. Число заболевших коронавирусом растет стремительно. Коечный фонд в госпиталях сокращается. Загруженность 86%. Такие данные озвучены в ходе заседания оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. За последние три дня выявлено порядка 1200 новых случаев заболевания. В медучреждениях республики находятся больше 2500 больных коронавирусом. 39 из них в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 129 человек в больницах ожидают результатов лабораторного исследования. Наиболее негативная динамика по заболеваемости ковидом отмечалась в ноябре. За месяц выявлено без малого 6000 заражений. Общий прирост инфицированных составил едва ли не половину всех подтвержденных случаев за весь период пандемии. И если летом увеличение количества зараженных происходило постепенно, то к осени распространение заболевания стало более стремительным, отмечает пресс-центр МВД. Такой рост связывает в том числе с возможностью проведения быстрых антигентестов. Результаты исследования готовы в кратчайшие сроки. Охватывается большее количество населения. В сравнении с серединой лета число ежедневно проводимых в лабораториях анализов возросло почти в три раза. В июле чуть больше 200 биоматериалов, в ноябре порядка 745. В ближайшие месяцы снижение уровня заболеваемости не ожидают. Чтобы снизить нагрузку на госпитале, Минздрав совместно с МВД разработали алгоритм лечения бессимптомных пациентов на дому, учитывая опыт других государств и преднестровские реалии. Лечение на дому дистанционно будут контролировать участковые врачи, и оно возможно только с согласия пациента. При этом у инфицированного должна быть возможность находиться в отдельной комнате и соблюдать все санитарные правила. Больные должны указать контакты человека, который будет оказывать им помощь. Это может быть родственник или соседи. Все данные направляются в кризисный центр. Возрастные заболевшие и те, у кого есть сопутствующие заболевания или нет возможности изолироваться дома, будут проходить лечение в госпиталях. Ковид-пациенты, проживающие в общежитии, коммуналки с пенсионерами или людьми с хроническими заболеваниями также будут доставляться в госпитали. Оперштаб напоминает, те меры, которые предпринимает государство, направлены исключительно на снижение имеющихся рисков дальнейшего распространения инфекции. От граждан требуется соблюдать установленные рекомендации и предписанные ограничения. Эти меры смогут уберечь от заболевания. И еще одна информация, озвученная на заседании Оперштаба. 31 декабря будет выходным, а 30 декабря – коротким днем. Последний день 2020 года нужно будет отработать в следующем, 2021 году.